Саш, спасибо. Ты, я вижу, волнуешься, ничего страшного. Это же не в тебе дело, а в технике. И уже начали вопросы поднимать. Но я пользуюсь своим ведущим положением. Саш, еще раз, пожалуйста, кроме выводов, предпоследний слайд и последний слайд. Ты очень как-то скомкан на это. Еще раз, потому что это самое новое и последнее. Вот предыдущий слайд толком расскажи, как устроено это самое и чего ты ждешь. Потому что у тебя там разные вещества, у тебя скачок температуры зависит от теплоемкости. Вот как анализировать вот это все? Это на следующем слайде. Еще три минутки нам, пожалуйста, растолкуй. Ну, вот смотрите. Ну, вот, значит, кварцевая труба, по ней протекает вода. Эта вода там снаружи охлаждается, чтобы не было перегрева, иначе она просто вода очень быстро закипит. Снаружи, ну, здесь алюминиевая фольга. И там лампа погружена в проточную воду. Да, да. Лампа погружена. Да. Вот эта кварцевая труба, она обернута алюминиевой фольгой, иначе мы просто, приблизившись к этому реактору, можно ослепнуть, а свет, который излучается этой лампой, он бы просто своим тепловым действием производил нагрев тех образцов, которые мы подносим сюда. Вот. Ну, вот, чтобы различные вещества исследовались... Контейнер, контейнер, что это, охватывал или просто рядом стоял? Контейнер просто стоял рядом. Контейнер из тонкой никелевой фольги, которая небольшую теплоемкость имела. И там имелся термистер, который позволяет измерять температуру. И сюда насыпалось исследуемое вещество. Ну, можно предположить, что все-таки какой-то нагрев происходит при включении лампы, допустим, просто из-за того, что труба греется, и тепло передается на контейнер. Но тогда было бы следующее. Вот мы насыпаем вещество в контейнер. Теплоемкость возрастает. Теплоемкость вот этого всего устройства возрастает. А внешнее тепловое воздействие, оно остается тем же самым. Поэтому температурный эффект становился бы намного меньше, чем при пустом контейнере. Но на самом деле этого не происходит. В ряде случаев даже больше происходит тепловой эффект, если там есть вещество, чем когда этот тепловой контейнер пустой. Ну, вот здесь показано, что происходит. Значит, ну, это такая идеализированная картинка. Когда мы включаем нагрев, нагрев производился в течение одной минуты. Включаем нагрев, и происходит довольно быстрый рост температуры. Выключаем, выключаем лампу. Ну, сразу начинается постепенное охлаждение. Ну, мы, значит, вот хватаем вот этот вот перепад температуры. И если мы знаем, если мы знаем теплоемкость вещества, которые мы сюда вот насыпали, то можно определить мощность тепловыделения именно в этом веществе, зная, насколько изменилась его температура. Так, ну, вот это более-менее понятно, да? Это, Саша, это понятно, здорово. Ну, и следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Ну, здесь вот, значит, вот это вот так. Для некоторых веществ, для всех веществ это невозможно, но для некоторых веществ вот здесь вот я написал. Ну, и титан, который был принят, как сказать, за эталон, за образец. Титан, вольфрам, литий, фтор и, значит, карбид кремния. Ну, здесь вот, значит, показана масса контейнеров, ну, и в том числе пустого контейнера. Масса вещества, ну, в пустом это ноль, а дальше, вот, значит, приведена масса, которые, масса вещества, которые насыпаны в контейнер. Удельная теплоемкость, значит, и вещества контейнера, и веществ, вот, которые насыпались. Ну, и суммарная теплоемкость, значит, в жоллях на градус Цельсия. И перепад температуры. Ну, то есть, за минуту пустой контейнер грелся до 8 с лишним градусов, титан до 6 градусов, вольфрам до 5 и 80 градусов и так далее. Ну, здесь скорость нагрева, учитывая, что время нагрева было 60 секунд. Ну, и вот суммарная мощность. Какая суммарная мощность выделяется и в контейнере, и в самом веществе? Вот она здесь приведена, значит, и мы вычитаем, если мы вычитаем, вот, а здесь приведена мощность, которая получается, если вычесть мощность, которая выделяется в контейнере. В пустом контейнере. Это вот мощность, да, вот эта мощность, которая выделяется в самом веществе. Ну, и здесь вот в относительных величинах, для того, чтобы это все было наглядно. Видно, что, значит, если в Титане единица, на единицу массы выделяется тепло. А мы в Копове работаем к пустому контейнеру, Саш, к пустому контейнеру. Можно как-то это отнести? Так пустой, пустой он, он вычтен. Вот. Вот это суммарная, вот, и вычитается. Ну, здесь не привел, сколько в пустом контейнере. Ну, просто к этому выделению было вычтено. То, что выделяется в пустом контейнере. Да. Спасибо, спасибо. Некое пояснение, Саша. Спасибо огромное. Давай к вопросам перейдем. Я тут перебил всех и задал свои вопросы. Первый, вот, два слайда прокомментировать еще раз. Первый про Свирнов. Пожалуйста, Саш. Про Свирнов. Добрый день, Саша. Георгий, скажи, пожалуйста, а не кажется ли тебе, что в контейнере просто происходит поглощение инфракрасного излучения и все? Нет, нет, нет. Что происходит? Поглощение инфракрасного излучения от лампы твоей. Оно, ну, да, во-первых, это все окружено алюминиевой фольгой, так что свет туда не доходит. Алюминиевая фольга инфракрасная прекрасно проводит. Ну, да. Любой прибор инфракрасного видения, да? Он работает через бетонные стены. Свирнов, Саш, Саш, ты вопрос задай. Допустим, да. Я задал вопрос. Я говорю, не кажется ли, что это поглощение просто инфракрасное излучение от лампы? Допустим, что идет поглощение. Там нет никаких реакций. Но дело в том, что оно одинаковое идет поглощение инфракрасного излучения как для контейнера пустого, так и для контейнера наполненного. Да нет, видно, что разная дельта Т. Вот, в том-то и дело. Ну, так это и говорит о том, что по-разному просто поглощается. Это хорошо. Первый вопрос. Нет, нет, а почему оно по-разному поглощается? Ну, как разные материалы, они по-разному поглощаются. Для того, чтобы... Так оно не проникает внутрь, не проникает. Проникает, все проникает. Инфракрасное, все проникает. Саша Прозвирнов. Саша Прозвирнов. Пожалуйста, вопрос задаем. Второй вопрос. Секундочку, секундочку. Я вот, Саша Прозвирнов, секундочку. Для того, чтобы понять, правильный вопрос Прозвирнов или нет, нужно спросить о толщинах этой самой фольги алюминиевой и толщинах фольги никелю, которые контейнеры внешние. Вот это очень важно для того, чтобы понять вопрос Прозвирнов. Саша, какие вот толщины? Ну, фольга, она там два слоя 20 микрон примерно получается, а никель – это одна десятая миллиметра на контейнере. Ну, она, конечно, не пропускает металл инфракрасное излучение, что ты не прав. Другое дело, что тепло пропускает, это да. Но инфракрасное излучение – это и есть тепло? Нет, нет. Да, да. Инфракрасное излучение – это кванты, а тепло – это… Это сейчас уже осуждение. Ладно, это спор. Второй вопрос. Можно? Да, второй вопрос, пожалуйста. Вот как теория может объяснить тот факт, что в нано-порошках-то и происходят реакции, а не просто в металле? На порошках? Именно в нано-порошках, да. Ну, меня не нано-порошки. Ну, они трудно сказать. Но, может быть, реакции никакой нет. В принципе, ты начинал нано-порошков и забросил их. Здесь не было никакого акцента на нано-порошки или нет. Ну, здесь даже жидкости использовались. И в виде фольги материалы использовались. И в виде… Саша Варховов, ты вопрос про свирного не очень понял. Не понял. Я имею в виду не последний эксперимент, а эксперименты другие, в которых порошки использовались. Ну, почему… А что я могу сказать об экспериментах других людей? Пусть они и говорят. Викундочку, у тебя же были эксперименты с нано-порошками нителя. Твои личные эксперименты. Они были более успешные, чем сейчас. Нано-порошки эти сразу, когда расплавлялись, они превращались просто в слитки. Так что там не нано-порошки работали. И там работало само вещество. Так, ответ на второй раз. Вот эти пушинки, они хороши для того, чтобы насыщать водородом. А потом это все расплавлялось, и уже никакого там нано не было. Вот там, посмотри, которым ряду. Так, вот про свирнов задал второй вопрос. Саша, про свирнов, еще есть вопросы? Спасибо, нет. Спасибо, про свирнов. Ну, вот он задавал вопрос про порошки, и, может быть, плохо было слышно. Пархомов ответил, что в ходе эксперимента, когда уже тепловыделение, там порошок у него, он показывал, в такие довольно большие, объемные такие слитки сплавлялся. Поэтому порошок, как он считает, как Пархомов считает, порошки нужны только для наводораживания. Цветков задает вопрос. Не надо забывать, что в этом случае реакции практически не идет. Реакция была тогда, когда структура не нарушалась. Идем, идем. Идем, идем, идем. Ты выступишь, про свирнов, ты выступишь. Значит, Сергей Цветков задает вопрос. У меня несколько вопросов. Здравствуйте, слышно меня? Да, слышно. Александр, первый вопрос по теории, вот по всем. Вы там такую кучу всяких экспериментов в одно место сливаете и пытаетесь объяснить с помощью нейтрино, да? Я так правильно понял? Ну да, ищется такое объяснение, чтобы оно могло все объяснить. А то как же? Иначе неправильно будет. Да, да, соответственно вопрос, а чего вы не рассматриваете взаимодействие титана с водородом, с дейтерием? Как-то странно, все обходят этот... Почему? Почему? В том числе. Я вовсе не исключаю, что там могут быть эти реакции. Но в том числе. Я ни одного этого не услышал, только взрывы у Рудского, разве что на титане. Ну ладно. Ну я работал, я с дейтерием и титаном не работал. Я работал с другими веществами. Ладно, следующий вопрос. Вот по последним этим самым вашим экспериментам с геновой лампочкой. Можете этот вернуть в предыдущий? Вот, ага. Вот этот вот. Вот этот? Не-не-не-не. Вот где схема? Схема нарисована. Предпоследний слайд, Саш. Предпоследний слайд. А вот этот? Не-нет, предпоследний. Предпоследний. Вот здесь вот вопросы по этой, по самой установке. Галогеновая лампа. Да. Вот как вы делали электроизоляцию вот этих вот подводящих проводов и всего прочего? Тут непонятно немножко. Это хороший вопрос. Да, это очень важно. Важная такая технология. Дело в том, что использовался силиконовый герметик, который несколько слоев накладывался. Вот это позволяло обеспечить достаточно хорошую гидроизоляцию. И при том здесь температура не слишком высокая, поэтому силикон вполне хорошо держит. Так, следующий вопрос. Вы вот внешнюю кварцевую трубу не пытались измерять температуру на внешней стороне, на внутренней, когда лампа у вас работает? Ну, если непрерывная работа на протяжении там часов, то температура поднимается градусов примерно до 60. А при коротковременном включении на одну минуту, вот как было в этих экспериментах, здесь нагрев на несколько градусов происходил. И вопросик еще такой, вот порошок титана, там в какой фракции был использован? Не знаю, не помню. Ну, это трудно сказать. Ну, какая-то там ПК, я забыл эту марку. Ну, вы можете сказать тогда вот теплоемкость, вы вот этого порошка каким образом, где брали и высчитывали? Ну, я брал табличное значение для титана. Ну, я не знаю, для порошка другой будет. Для металлического титана, да, вы брали? Да. Ну, вот тут вот я бы как-то уточнил получше, потому что порошок, он имеет одну теплоемкость, а этот металл, он другую. Ну, вообще-то я не думаю, что может быть большое отличие, но надо, да, уточнить это дело. Я вам скажу точно, это первое. Второе, значит, вот там в предыдущих экспериментах по лампам вы указываете температуру 2000 там с лишним градусов. Это температура нити, получается? Это температура нити, накала. А как вы ее мерили? Дело в том, что температура сопротивления металлов сильно меняется в зависимости от температуры. Для вольфрама эта зависимость очень хорошо известна, поэтому, измеряя просто напряжение и ток на этой лампочке, можно определить одновременно и мощность потребляемая, и одновременно сопротивление. И, зная сопротивление, можно определить температуру. Понятно. А вот для этой вольфрамовой нити вы все-таки ту атмосферу во время нагрева не мерили, которая внутри там может возникать. Потому что 2000 градусов, по крайней мере, это очень большая температура для кварцевого стекла. И, насколько я знаю, что если он просто на воздухе находится или там в воде, он начинает диффузия туда внешне, особенно гелий туда. Это была такая претензия к тому же самому МакКовре в свое время, когда они мерили гелий в результате в электрохимических ячейках, что он у них мог диффундировать снаружи просто при высоких температурах. Ну, дело в том, что вот эти вот лампы, они, если они работают на воздухе, они нагреваются до температуры, ну, вплоть где-то до 800 градусов, когда они находятся на воздухе. И они при этом, они имеют очень большой срок службы, много тысяч часов. Ну, да, потому что там при этой температуре, ну, только единственное, что может диффундировать через это кварцевое стекло, это гелий, да? А гелия у нас 10 минут. Там нет гелия. Нас это не интересует. Нас интересует только вот... Нет, просто я хочу сказать, что там вот при таких высоких температурах должно изменяться... Сергей, это температура нити накаливания, а температура стекла совершенно другая. Совершенно другая. 800 градусов, говорит Александр Георгиевич, я говорю про это. 700 градусов на воздухе, а в воде температура, ну, она ниже температуры кипения, во всяком случае. Ну, понятно. Потому что там пузырьки какие-то идут около... Сергей, еще есть вопросы? Еще есть вопросы? Ну, в принципе, да, но... Вы сможете потом еще выступить и свою точку зрения высказать, да? Спасибо Сергею Цветкову за вопросы, проясняющие действительно дело. Анатолий Иванович Климов задает, да? Толь, включи эту свою... Микрофон, пожалуйста, включи. Анатолий Климов, микрофон включи. Твой вопрос. Так, пропустим. Климов Андрошкович, your question, please. Да, добрый день. У меня вопрос о расплавлении металлов. Один странный эффект, который в нашем реакторе мы заметили, что металлы расплавлялись при температуре намного... Иногда намного ниже, чем нормальная температура расплавления. Вот у вас есть идея, что с чем связано такое странное расплавление металлов? С нейтриной, с монополями, с чем-то другим? Вот это интересует меня. Ну, это вот имеется в виду никель-водородные реакторы, да? Нет, у нас был реактор, например, в нашем эксперименте реактор работал при температуре 1300 градусов, и когда мы повесили на 1350, тогда у нас малым день расплавился. Там не было водорода. А что расплавилось? Ну, металл, молебдений. Нормальная температура расплавления молебдения 2600, а у нас расплавился молебдений при 1350 Цельсия. А молебдений – это была обмотка нагревателя, да? Нет, нет, нагреватель это было снаружи, на молебдении это была труба металлическая, молебдений. Ну, это я потом могу вам прислать, но у нас были разные эксперименты, где металлы расплавились при температуре намного ниже, чем нормальная температура расплавления. Вот в примере молебдений это было около половины нормальной температуры. Это очень-очень интересный феномен, конечно. Вы подробно мне вот как-нибудь пришлите описание этого эксперимента. Андреш выступал у нас и это показывал, и он на конференции у нас похожие результаты давал. Вот, Андреш, но вопрос тогда вот я вместо Пархомова вопрос задам вот по твоему вопросу. Пожалуйста, точно опиши состав смеси внутри молебденовой трубы. Точно состав смеси. Какие вещества? Там было литий, медий и николь, эти три металла. Ну вот я вместо Пархомова скажу, что когда рассматриваются смеси, то происходит не расплавление, а растворение. Мы об этом уже говорили много раз. Я это могу описать, но хорошо, я потом доклад напишу. Я помню, мой доклад, он не совсем имеет отношение к докладу Пархомова. Нет, я это могу потом описать, почему я думаю, что у нас было расплавление, а не растворение. Потому что там намного труба молебдения была намного тяжелее, чем то, что было вовнутрь. Ну, нужно подумать, что вот вовнутрь было около 10 граммов этого смеси, труба молебдения была больше 100 граммов. И у нас был похожий эффект и железной трубой, железокромной трубой тоже похоже произошло. Спасибо, Андрей Шукович, за вопрос, но, по-моему, у Пархомова нет каких-то идей. Нет, но я мог бы даже показать, что у нас железные трубы тоже расплавлялись. При этом термопары показывали, что там действительно температура достаточно для того, чтобы железо расплавлялось. А что касается, ну, не знаю, может в этом молебдене было большое вот это избыточное как раз тепловыделение, которое расплавило его. Вот хотелось бы подробнее. Да, Андрей Шукович, я постараюсь описать, потому что, ну, калорийметр у нас белый, он показывал не очень большую коп, там белый какой-то коп, но не очень высокий. Хорошо, я потом это постараюсь более... Андрей Шукович, вот, может быть, к этому Пархомову направить соответствующую статью твою, и можно на каком-то семинаре отдельно вот эту тему рассмотреть. Спасибо, Андрей Шукович, еще вопросы есть? Нет, нет, это вопрос. Спасибо. Анатолий Климов запустил свою... Толь, пожалуйста, вопрос. Значит, Александр, ну, вот у меня вопрос такой, в общем, вот ты по полочкам разложил все очень хорошо, там, вот первая часть доклада, там, по различным механизмам, и ставку, ну, ставку сделал вот на, значит, роль ультрахолодных нейтрино. Ну, ввиду того, что там действительно вот длина волны получается большая, но по геометрии все понятно, там, значит, она может охватывать несколько атомов, не ядер, а атомов. Значит, но все-таки вот вопрос-то мой заключается в том, что для того, чтобы ядро разумодействовало с другим ядром, значит, оно должно как-то смять все эти оболочки, которые разделяют их. Ведь энергия расталкивания колонская, это не ядерная, а прежде всего электронных оболочек, чтобы приблизиться, надо смять их, преодолеть их. Так вот, казалось бы, твоя частица имеет, значит, на разрыв всего 0,28 электронного вольт, то есть она не в состоянии кервное отталкивания, значит, преодолеть. Вот что ты думаешь о том, как этот все-таки вот трудность можно преодолеть? Какая-то логика у тебя там есть, я понимаю, но ты не все нам сказал. Что ты думаешь об этом? Ну, да, это очень-очень правильный вопрос. Да, но на самом деле, вот если мне кто-нибудь скажет, что такое слабое взаимодействие, если мне кто-нибудь объяснит, то я вот дам ответ на ваш вопрос. Я думаю, что вот мы не знаем, по сути дела, что такое слабое взаимодействие. Это нечто такое, что такое, что это тайна, покрытая мраком. Но мы видим, что вот слабые взаимодействия, они есть, и они работают вот не так, как электромагнитные, не так, как сильные взаимодействия, не так, как гравитационные. Может быть, с гравитационными взаимодействиями тут даже больше каких-то аналогий. Вот я на этот вопрос вот пока не могу ответить. Я оставляю это теоретикам. Пусть они хорошенько, значит, разберутся, что такое слабое взаимодействие. Но я думаю, что вот эти эффекты, они, значит, как бы нуклоны перекачиваются из одного ядра в другое под действием вот этого слабого взаимодействия. Ну что, разве это, допустим, более удивительно, чем вот то, о чем сейчас много говорят, что если взять квантовую систему, разделить на две части, разнести куда-то и что-то изменить в одной части, тут же меняется в другой. Я думаю, что вот этот эффект значительно, так сказать, более… Саша, Саша, уже тебя плохо слышно, но еще раз, не кажется ли тебе, что одну сущность непонятную, так сказать, вот, ну, это комбинаторика. Вроде все к ней привыкли уже, что, да, если сложишь две молекулы воды, получишь там, ну, кальций, так сказать, или еще что-то такое. Значит, но все-таки от реальности, вот, по твоему механизму, она далека, потому что, ну, неясность, ты другое хочешь объяснить, заколдованный круг. Я не против, если вы что-нибудь другое предложите, такое, что может реализовывать многоядерные взаимодействия. Ну, может быть, вот эти монополии, ну, слава Богу, если мы убедимся, что это монополия, я буду только рад этому и откажусь от этих нейтрино. Но пока, что, кроме нейтрино, вот такой рабочей гипотезы я не могу придумать. Она как-то вот вроде бы как фонарь, который освещает путь, по которому можно идти. Ну, и последний вопрос мой, вот, все-таки, последняя твоя часть, но я понимаю, действительно, новая часть, все с интересом послушали. Вот, все-таки, ну, чтобы было понятно, вот этот пробник у тебя, по сути дела, это как датчик, вот этот вот контейнер с этим веществом. Если там что-то за счет твоих нейтрино происходит, то мы вправе ожидать, что там ты анализ проведешь этого вещества. И если обнаружишь что-то, вот это будет действительно тогда фантастика. Ну, технологичные опыты уже были сделаны. Только в другой диаметре. Подожди, планируешь ли ты, значит, вот сделать все-таки анализы тех порошков, которые ты засыпал в контейнере? Ну, это совсем другого рода эксперимент. Это надо делать длительное облучение, многосуточное, чтобы там накопилось достаточно много новых элементов. И такие, ну, можно, да, можно поставить на длительное облучение. Большие трудности все-таки вызывают, значит, вот эти вот анализы. Особенно вот в наше ковидное время это не так просто все. Понятно. Вопрос понятен был и ответ тоже понятен. Спасибо Анатолию Ивановичу. Вот. И следующий Евдокимов задает вопрос. У нас тут вот шесть человек. Поэтому, друзья, пытайтесь компактно как-то. Александр Георгиевич, добрый вечер. У меня вопрос, два вопроса. Вот вы снимали, вот, в зависимости температуры вот этого контейнера от расстояния. Тогда, может, удалось бы разнести, развести вот это за счет расстояния. По дату расстояния все бывает, плотность нейтринного потока, который есть там есть. Ну, да, конечно. В зависимости это исследовалось. Эффект очень быстро спадает от расстояния. А вот какие расстояния были у вас? Ну, расстояние, значит, где-то 3-4 миллиметра. Ну, а где-то на расстоянии 2 сантиметра уже эффект очень слабенький. Ну, то есть, контейнер, вещество, когда, тут же разностный результат. Поэтому довольно ошибка очень сильно возрастает, когда удаляешься от их. Да, размещение, позиционирование вот этого. Конечно, контейнер очень важно. Если чуть-чуть сместить, чуть перекос сделать, сразу изменится данное. Да, поэтому я и говорю, что это предварительный результат. И вот видите, сколько вопросов от расстояния, от того, какая теплоемкость, влияет ли порошкообразное состояние на теплоемкость. Ну, много еще чего надо изучать, понятное дело. И второй вопрос у меня. Вот нейтрин на низких энергиях. Это все-таки вот, это чистая пока гипотеза? Вот сколько смотрел я, вот после вашей первой статьи, вот не нашел вот нейтрин низких энергий. Вот что-то статьи, публикации вот не видел. То есть гипотеза нейтринная или уже... Да, они на самом деле, вот я что-то не нашел, по крайней мере, публикации, но это счет вот нейтринной низких энергий. А, ну, дело в том, что я вот этим, этой проблемой я занимаюсь, ну, дай бог памяти, с 1987 года. Ну, я, кажется, занимался улавливанием вот этих вот нейтрин на низких энергий, происходящих из космоса. Там есть очень яркие результаты. Если вы прочитаете мою книгу, то там вы сможете об этом всем узнать. Спасибо большое. Спасибо Евдокимову за вопрос. Вот, и Андреев задает вопрос. Евгений Андреев. Да. Ну, вопрос к Александру Георгиевичу. Первое. Чисто организационное. Не могли бы вы померить концентрацию молекулярного водорода в ваших лампочках? У меня такое впечатление, что там он нарабатывается. Это первое. Ну, второе. В вашем основном эксперименте вы говорите, уверенно говорите, о 56 новых нуклидах. Всего стабильных, по-моему, 267. Ведь это почти 20% всех возможных нуклидов, которые существуют во Вселенной. Вы наработали в одном эксперименте. Вопрос заключается в том, не кажется ли вам, что механизм трансмутации или там механизм холодного синтеза, он заключается в механизме первичного нуклиосинтеза Вселенной. То есть это очень глубоко спрятанный механизм. И пока мы не разгадаем, как сформировались элементы во всей Вселенной, нам трудно будет говорить о механизме холодного синтеза и тем более им управлять. Ну, а прекрасная вам сделанная работа, прекрасно сделана. Евгений, Евгений, вы еще сможете выступить. Два вопроса, а то сейчас он забудет. Два вопроса. Ну, что касается наработки водорода, вот это где, в лампе или в контейнере? В лампе, конечно, в лампе. Ну, значит... Да, может нарабатываться, потому что если в альфраме они могут проходить вот эти реакции, лендр-реакции, там тоже, в частности, и водород возникает. Конечно, почему бы и нет? Если вы посмотрите мою таблицу, там очень во многих случаях выделяется водород, и гелий, и прочие вещества, но их просто не улавливали. Это оптический, Саш. Вопрос был, ты оптически мог водород увидеть там. А увидеть практически? Ну, я не знаю, как это сделать и зачем. Нет, то есть вы меряете концентрацию водорода в своей галогенке до экспериментов, потом просто ее греете там час, сутки, неделю и меряете, и у вас гарантированно, там будет в объеме лампы нарабатываться молекулярный водород. Так я не возражаю. Конечно, будет нарабатываться. То есть это ключ к разгадке. Если там действительно нарабатывается водород, который не вытесняется из стенок или самого в альфрама, а появляется он там неизвестно откуда, то это ключ к разгадке механизма трансплантации. Ну, как раз наоборот. Водород появляется из-за того, что там идут ленреакции. Не ленреакции идут из-за того, что там водород непонятным таинственным образом появляется. А что касается вот таких вот глобальных проблем, да, конечно, я думаю, что вот эти ленреакции имеют огромное значение не только вот в космосе, но и в земных процессах. Ну, например, в ядре, в земном ядре и в промежуточных сферах. Я думаю, что идут эти реакции именно благодаря вот тому, что там протекают эти реакции холодных трансмутаций. И вот мы имеем вот такой набор, огромный набор элементов, которые мы вот имеем в земной Корее, которые вот мы используем, значит, вычерпываем и используем в нашей практической жизни. Вопрос был немножко о другом, Саша. Вопрос был о том, что ты просто как бы показываешь, что у нас первичный нуклеосинтез, мы делаем то, что в земле происходит все время, все время, все время. Вот о чем Евгений говорил. Но это уже немножко не к твоему докладу. Это чуть-чуть шире вопрос. А первичный, я не думаю, что это как раз характерно, потому что вот чтобы шли реакции, вот ленреакция нужна высокая плотность вещества. Ну, в звездах, да и то там, потому что там совсем другие условия. Там и нет особо даже высокой плотности, там высокая температура, там, ну, трудно сказать. Это все надо, над этим надо работать. Пусть теоретики возьмутся за это и будут все это исследовать. Спасибо, Андрей, за вопрос. У вас все вопросы, Евгений? Да, выступление может быть. А, ну, выступление вы сможете сказать. Спасибо. Спасибо. Боб Гринье, your question, please. Short and clear, please. Your question. No, it's a question. I have to put the context that your reactor was producing something in the core that came out and transmuted the tungsten. And the tungsten fission reactions to calcium, because you observed this 1 to 20% change, other element produced, they produced over 80 MeV per reaction. Are you saying that tungsten contributed significantly to the heat generated in your 2-2-5-day reactor? Саш, ты понял что-нибудь? Я ничего не понял. Эксперимент с танкстоном, это вот, Вольфрамом. Значит, у тебя там нарабатывалось много всяких элементов, в том числе и кальций. И вот он что-то спрашивает по составу вот этого изменения, состава там, значит. Боб, 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 repeat your question, please, once again. The question alone is, are you saying that the Wolfram, the tungsten, contributed significantly to heat generated in your 225-day reactor? Ну, важен ли Вольфрам именно в этих вот реакциях, о которых ты рассматривал в первой части доклада? Где кальций у тебя там возносит? Конечно, что Вольфрам не имеет особого значения, можно было бы, но он, поскольку выдерживает высокую температуру, он используется, ну, можно молибден использовать, можно другие, значит, некоторые мы, тантал пытались использоваться, но он просто в водороде, он просто рассыпается сразу, остается только Вольфрам. Вот технологически это наиболее удобно его использовать. Вот. А что касается именно Лены, ну, не думаю, что это принципиально важно. То есть генерация, ты посудил вопрос, генерация вот твоих этих нейтрино низкоэнергетических, она какая-то исключительная особенность Вольфрама или у других то же самое в таком же объеме будет происходить? Ну, тут трудно сказать. Я специально этот вопрос не исследовал, но важно, чтобы был металл, поскольку там много электронов. Мы в разных металлах, конечно, разное количество электронов в единице объема, но другие металлы просто трудно разогреть до такой высокой температуры. Ну, Вольфрам, он, конечно, самый удобный. Ну, вообще вопрос очень интересный, потому что, Боб, sorry that we are talking in Russian, but I know that you can translate in English our communication. Вот было бы интересно, вот вопрос хороший, сравнить при одинаковых температурах Вольфрам и какую-то другую там проволоку, если бы на основе другой проволоки что-то лампа была, например, при примерно одинаковых температурах посмотреть, каков результат был бы. Я так понимаю, вот развитие вопроса Боба Гринье. Да, конечно, конечно, можно было бы очень много разных опытов сделать, интересных. Боб, your second, your next question, please. So, at ICCF 22, I speculated that the increase in calcium may also be from silicon and carbon fusion, because I believe this was also achieved in Tesla's carbon button in the 1890s in reactions that produce over 13 mega electron volts. So, when you've had this silicon carbide next to your tungsten reactor, now I know it requires a long exposure, but have you looked to see if there's been any synthesis of calcium? Bob, sorry, I was busy with the telephone call. Could you repeat your question shortly once again? He agrees that he says, he says, helov brand that there is both in much amounts of Так и углерод, и корбиды какие-то. Нельзя ли поподробнее пояснить относительно кальция, почему такая ситуация? Ну, кальций, кальций вообще интересный, конечно, элемент, потому что там это 10, фактически 10 альфа-частиц, поэтому он имеет особую, среди других элементов он имеет такую повышенную устойчивость. Вот. Было бы очень интересно вообще посмотреть, какие изотопы кальция получаются, но я пытался вообще наладить такие анализы, но ICP-MS способ, он, значит, связан с тем, что, значит, вещество ионизируется в аргоне, а аргон имеет массу как раз вот 40, такую же, как кальций, и никак не получается. Вот сделать как качественный изотопный анализ кальция. Вот самый интересный элемент, и вот его как раз труднее всего анализировать. I ask... Bob, Bob, do you understand the... Yeah, he says it's very interesting because calcium is 10 alpha-particles. I ask this because we have been able to show that amazagas disintegrates tungsten to calcium principally, and it's the most energetic reaction in your tables. So we can do this very, very quickly with amazagas, like a few seconds, and it blows up, and there's all kinds of amounts of calcium being synthesized. So you observed more calcium in your 225-day reactor. So this is why I'm thinking, is the calcium coming from fusion of silicon and carbon, or is it coming from the fissioning of the tungsten, with the same thing carrying out both effects? Because your reactor went over the melting point of nickel and the sintering point of the nickel structures well before you produced most of your excess heat. So I don't believe it's the actual nickel producing the heat. Bob, 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 Alexander said that important role in his reactor lay, namely, argon. From the argon to the calcium, only one step. Yes. But not CC. C, carbon, it's not important role. Okay. All right. So thank you. Okay. Bob, it was your last question, yeah? Well, I wanted to ask if in the lithium fluoride, in his last but one slide, he had looked for carbon or alpha conjugate nuclei, because we saw alpha conjugate nuclei with a Marza gas and polytetrafluoroethylene. And so I was wondering if he saw… Sash, покажи следующую slide, пожалуйста. С лидием, он там спрашивает… Следующий, вот этот вот. This one. So as I understand this slide, you're saying out of the materials you tested, regardless of the specific heat capacity question, which I agree is something that needs to be looked at further. But you have lithium fluoride and silicon carbide. Now, silicon carbide… Силитий, литий, флорин. Второй. Второй. So the silicon carbide could be producing this calcium, and the lithium fluoride could be producing… And the lithium fluoride could be producing carbon and alpha conjugate nuclei, because we've already observed this with PTFE and the Marza gas. So are you going to be trying to see what elements are synthesized in these samples of silicon carbide and lithium fluoride? Ну, в общем, скажи, почему ты выбрал силициум-С или дифлорин? Ну, дело в том, что надо… Стояла задача исследовать как можно больше различных веществ. И то, что я имел вообще в своем распоряжении, то я использовал. Ну, вот такой вот обширный набор материалов, некоторые из веществ – это металлы, некоторые соединения. Некоторые соединения содержат водород в виде воды. Вот такая широкая палитра. Он рассчитывает на твой совет относительно использования вот этих веществ в Амаза-ГЭС. Там энергетика увеличивается. Но скажи, что пока у тебя нет каких-то соображений на эту тему. Нет, ну, здесь видно, какие вещества наиболее перспективные. Да, в частности, летий фтор и карбидролизор… Боб, this list is not connected with the cards of production. It's not connected. I understand he's looking at the relative heat change in the samples that are exposed to the bulb. But, presumably, the observation of whatever's being emitted from the bulb is doing some transmutation work, hypothetically. And so, if it's exposed for a long time, I would expect, potentially, the silicon carbide to produce calcium from future silicon carbide. Это он советует долго подержать и посмотреть все-таки, как изменится. Он знает, что должен появиться кальций здесь. Да, появится, конечно. Я заранее могу сказать. Да, ну, да, надо. Но, конечно. Боб, thank you for your question. And, пожалуйста, thank you, Боб. And, Игорь Буйлин, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. Вот у меня по теории вопрос. Вот вы привели там штук пять объяснений холодно-ядерного синтеза вашим выступлениям. Ну, и ваши тоже, в том числе, по поводу нейтрино. Ну, наверное, еще можно штук пять привести или там десять. И вот возникает вопрос. У меня демосинтезу там лет пятьдесят, наверное, там, со времен Филимонинга. И, в общем, нету никакого, сколь удовлетворительного объяснения этого явления, теоретического. А вот почему такая ситуация? Ну, как минимум, видимо, есть два ответа. Что либо до сих пор... Нет, вопрос-то в чем? Так вот я и сформулировал. Вопрос, что либо до сих пор непонятно, так сказать, не додумываясь, да? Либо второй вопрос. Может быть, дело в том, что мы пытаемся объяснить явление микромира с помощью методик, известных теорий и экспериментов, которые получены в ядерной физике, значит, в фронтной механике, там, ну, и террористской, там, всякой вот этой теории. Вот. Если предположить, что, ну, там масса вопросов к тому, что там, как это объясняется... Игорь, Игорь, со временем плохо очень. Коротко вопрос, пожалуйста. Объясните, вот вопрос такой, в частности, про нейтрины. Вот нейтрины взялись, известно, с чего? Из объяснения того самого... Это выступление, это дискуссия, вопрос. Это дискуссия. Я создаю вопрос. Вопрос. Анатолий, не перебивайте меня. Дайте мне вопрос. Вот там, значит, нужно было объяснить дефект энергии, дефект массы в том числе, значит, а мерили, значит, не масса, а энергии и импульса. Значит, там мерился... Игорь, мы хорошо знаем историю нейтрины. Обычной методикой. А вот энергия и импульс электрона мерился магнитной методикой, в которой очень большой вопрос. И вообще есть ряд работ, которые доказывают, что не существует никакого бесконечного... Надо отключить. Он мне не знал, пожалуйста, не надо. И вот вопрос. Вопрос такой. Значит, ну, и для этого было придумано нейтрин. Дело в том, что дефект там вот этот, он уж совсем не такой, он совсем ничтожный может быть. Игорь, Игорь, у нас со временем плохо. Пожалуйста, вопрос задайте. Иначе я вынужден... Вопрос такой. Вот вам эта информация вообще известна. Вы вот думали на эту тему как бы, понимаете, что... Может быть, дело в том, что мы просто используем, ну, совершенно неверное представление о микромире из квантовой механики. И поэтому вся проблема, что мы ничего не можем объяснить по этому и в холодном ядерном сентябре. Ну, что я могу сказать? Я вообще всегда стремлюсь не выходить за рамки того, что вообще существующих научных знаний. Вот смею вас заверить, что вот в этой гипотезе, которую я выдвинул, нет ничего, что противоречило бы существующим знаниям. Ничего нет. Единственный вопрос – это вероятность. Насколько так хватит? Достаточно ли велика вероятность взаимодействия нейтринно с веществом при таких низких энергиях? Ну, на этот вопрос пока никто ответить не может. Если она достаточно велика, то все прекрасно проходит. И особенность вот этой гипотезы в том, что она объясняет не какое-то одно свойство, а она объясняет свойства Ленера во всей совокупности. И вот это вот очень здорово. Спасибо. Спасибо за ответ. Вопрос вообще-то Игоря был на тему о том, что, скорее всего, нейтрина, как он считает, не существует. Но, Игорь, вот в нашем коллективе участвуют люди, которые многие-многие годы измеряли в других реакциях, не в тех, о которых вы сослали. Спасибо Игорю Булину за вопрос. И Панчелюга задает вопрос. Александр Георгиевич, какой вам видится связь вот между нейтрино, который генерирует ваша лампа, и странным излучением, треки которого в окрестностях ваших реакторов регистрирует жигалов? Какая связь? Ну, я сразу отвечу, что вот эти вот загадочные треки, для меня это пока еще тайна, покрытая мраком. Я ничего не могу сказать. Ответ получен. Виктор, еще есть вопрос? Да нет. Спасибо, Виктор Панчелюги. Если можно, извините, если можно, это Егоров Владимир Черноголовко. Может быть, я порожаю... Выступление, выступление потом, Владимир. Выступление потом, если только вопрос у вас есть. А выступление... Нет, вопрос. Савенков, задавайте вопрос. Александр Григорьевич, спасибо за интересный доклад. У вас очень интересные фактические результаты. Ну, вот у меня такой вопрос. Все, что вы делаете, стремитесь получить избыточное тепло, так? Или избыточную теплоту. А теплота, собственно говоря, это понятие абстрактное. Это мера по учебнику, это мера энергии, переходящая от одного тела к другому. Энергия, в свою очередь, тоже понятие абстрактное, это мера движения. Значит, от одного к другому. У меня вот вопрос, а вот в каком виде выделяется теплота или вот эти абстрактные понятия? Ну, я хочу тут... В ваших реакциях. Ну, я хочу тут сделать замечание, что раз это абстрактные понятия, то энергия, так же, как и информация, должна иметь носитель. Вот в каком виде у вас выделяется теплота в ленд-реакциях, в ваших генераторах? Спасибо. Что является носителем вот этой теплоты или не столько теплоты, скажем так, энергии? Потому что и то, и другое понятие абстрактное. А вот физический носитель, что является физическим носителем выделяемой теплоты? Ну, как и во всех других случаях ядерных реакций. Сначала, значит, выделяются вот эти вот ядра избыточные... Ядра – это масса. Энергия, да. Вот эти вот образуются новые элементы. Они, конечно, имеют какую-то кинетическую энергию, которая... И кинетическая энергия, она в веществе быстро деградирует, и это все, в конце концов, переходит в тепло. Ну, как и всегда, как и во всех других случаях. А что такое тепло? А почему... Вот Просирин задал вопрос, почему не инфракрасное излучение? Ну, инфракрасное излучение – это разновидность света, а тепло – это намного... Нет, это разновидность электромагнитных колебаний. Да, да. Значит, ну, вот в реакциях у Милса, у него до 80% выделяемой энергии... Геннадий, 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 вы сможете выступить? Это вопрос, это вопрос. А, ну, тогда коротко вопрос, пожалуйста. У Милса до 80% выделяемой энергии – это ультрафиолет. У вас что выделяется? Где до 80%? У Милса в бриллиант лайт пауэра. Потом оно преобразуется, там у него сверху стоят преобразователи. Не в ультрафиолете, а в рентгене. Не-не, у него ультрафиолет. Ну, спектры посмотрите, Анатолий Иванович. Мягкий рентген. Ну, это... Это не важно, это не важно. То есть это электромагнитное колебание. А у Саши... Саша говорит, что у него возбужденное ядро, потом оно кинетическая энергия. Вот его ответ. Ну, это с точки зрения классической ядерной физики. Ну, посмотрите спектры. Электромагнитное излучение – это уже вторичное. Если у него что-то разогревается до очень высоких температур, ну, соответственно, и будет излучение в ультрафиолете. Если температура оболочки какая-то невысокая, то излучение будет в виде инфракрасного излучения. Ну, то есть в Ваших реакциях, я правильно понимаю, что в виде излучения выделяется энергия? Или кинетическая энергия вновь образуемых элементов? Излучение происходит вот в реакторах, а излучение происходит с поверхности реактора. Оно идет обычными способами – путем теплопередачи, путем конвекции, путем электромагнитного излучения. У Вас же новые элементы появляются с кинетической энергией, вы сказали. Это они выносят тепло оттуда? Ну, может быть, что-то уносится оттуда, допустим, нейтрино, которое уходит просто… Ну, нейтрино они тепло не выносят. Они не греют у Вас ничего, они не взаимодействуют. Они могут выносить часть энергии, которая… Но они же не взаимодействуют. Не преобразуется в тепло. Вот Саш Бархомов, Савинков спрашивает, вот ты пишешь реакцию, два вещества плюс нейтрино, получается еще два вещества плюс антинейтрино. Его вопрос, еще гамма выделяется или не выделяется? Вот плюс Ку, но Ку в какой форме? Либо в кинетической, тогда нету гаммы. Ну, в данном случае выделяется в виде кинетической энергии вот в этих распределенной по продукту реакции. Все, ответ получен самый. Геннадий, еще есть вопрос? Нет, спасибо. Спасибо Геннадию. Это был последний вопрос. Значит, я там вот выключил Владимира Егорова, потому что он влез перед Савинковым. Владимир, если у Вас есть вопрос, подайте. Да-да, если можно. Значит, я Вам посылал две статьи, Вы видели их? Это вопрос, пожалуйста, я-то их видел. Вот вопрос... Значит, я бы хотел по следующей вещи сказать, что я, так сказать, с тем направлением, которое сейчас обсуждалось, я совершенно согласен. Я сам мерил в свое время рентген-суэрисцентным методом при полном внешнем отражении появление новых элементов. Но вот это направление – это подбарьерное протекание ядерных реакций. Это не преодоление колоновского барьера, а подбарьерное туннелирование. И здесь эффект может быть только, так сказать, весьма-весьма маленький. Так вот, мы предлагаем другой путь. Владимир, Вы разницу между выступлением и вопросом знаете? Я знаю все, да. Тогда задайте вопрос. Ну, вопрос такой. Я бы хотел, так сказать, если это можно, использовать другое направление движения, так сказать, для проведения ядерного синтеза. Другое направление. Вот вопрос именно в этом. Ведь смотрите, есть такое понятие, как корпускулярно-волновой дуализм. Вот я бы хотел, чтобы, так сказать, об этом все-таки задумались и использовали именно его. Посмотрите, пожалуйста, мои работы. Нет вопросов, Владимир. Нет вопросов, вы так и не разделяете. Я приветствую любой подход, если только он окажется плодотворным. Так, Владимир, Вы сможете выступить. Если я готов сделать доклад. Владимир, у Вас вопросов нет. Климов задает вопрос. Хорошо, спасибо. Толя, или ты выступить хочешь? Анатолий Климов. Да, я подготовился к выступлению. А, ну тогда, значит, друзья, вопросы все закончились. Вот, ну, я уж не буду задавать, что слишком все долго у нас затянулось. Поэтому начинаем выступление. Выступление, вот, первое подняло руку Климов. Анатолий Иванович, пожалуйста. Вот, все-таки, к первой части. Вторая, понятно, она сыровата. Еще, значит, ну, направление понятно. И, значит, я жду не дождусь, когда будет там элементный анализ, так сказать, которого у Александра и так предостаточно в других экспериментах. Но, тем не менее, вот его мировоззренческая точка зрения, она, конечно, значит, мы видели, как она эволюционирует со временем, вот, так сказать, на протяжении последних десяти лет. Ну и вот его сейчас основное, так сказать, ну, парадигма, что ли, основное направление. Вы все слышали это, так сказать, использование, значит, вот, ну, концепции низкоэнергетичных, вот, холодных нейтрино с малой энергией. Вот здесь вот, вот я хотел два слова, значит, возразить, возразить, значит, значит, они сводятся к чему? Что вот, если мы возьмем кусок обычного металла при комнатной температуре обычного металла, мы знаем, что, значит, вот электроны там движутся и имеют энергии, порядка энергии ферми. значит, не значит, ну, что такое энергия фермина? Порядка 10 электронов. Но если это так, то тогда любой источник металла при комнатной температуре выогреть не надо. Там полно рождается этих вот нейтрино, о которой говорит Александр там, ну, если 2мц квадрат взять по его схеме, то получается, 05 электронов. То, что он пишет. 05 это заведомо меньше 10 электронов вольт, ну, казалось бы, ничего не надел. Бери металл, подноси, и это вот эликсиль. Но думаю, что это не так. Все-таки все, что мы видим, это почти плавление, почти. Вот, мы выходим на язык дислокаций, когда вот предплавление нителя, предплавление там лития, вот то, что он делал, это же порядка 1500 градусов нагрев в предыдущих экспериментах, долгоиграющих, которые месяцы проводились. Значит, есть какие-то наметки на фазовые переходы, и причем необычные фазовые переходы, о которых вот упоминал Андрош. Значит, там не все так просто, так сказать, особенно если это смесь. И Чужов говорил вот о дислокациях этих вот этих самых заряженных слоях. вот, все это известно, и вот Александр Спросвирнов сегодня тоже сказал, ведь гораздо лучше, допустим, у японцев, значит, там совсем надо нагревать всего-навсюду до 300 градусов, не до 1500. Значит, образцы, вот если они находятся в нано-порошках, в нано-слойных покрытиях. Поэтому, ну, против эксперимента ты не пойдешь, нано-размер играет важнейшую роль. Александр Спросвирнов абсолютно поправ. Поэтому, значит, вот, Александр Григорьевич, я тебе все-таки советую подумать над тем, что есть такие еще узкие места в твоем воззрении, их надо как-то преодолеть, чтобы было всем понятно, и тебе в том числе. Ну, а к чему это выведет? Ну, давайте вместе двигаться, вместе будем на это сказать. Идея хорошая, но вот. Спасибо, Анатолий Иванович, ну, все-таки я бы вот в защиту, Саш, ты потом в конце всем ответишь сразу, в защиту Пархомова, я бы сказал так, что, конечно, это хорошая идея насчет уровня ферми, но он-то говорит о свободных электронах, которые вылетели за уровень, ну, по количеству, вышли за уровень ферми. Это откуда это следует? Ну, ему сталкиваться нужно, а которые на уровне ферми, они на уровнях находятся, они не сталкиваются друг с другом. Они на каждом уровне сидят, им нет нужды сталкиваться с друг с другом. Вот дает. Это примерно то же самое, что электроны, которые в атоме вращаются на орбитах, это тоже уровень, сталкиваются друг с другом. Слушай, там работает модель свободных электронов, поэтому ферми работает. Нет, это уровни ферми, там огромное количество уровней. Ладно, это дискуссия. Энергия ферми вычисляется. Энергия ферми это верхняя граница, а до энергии ферми там миллиарды, миллиарды уровней. Вот из чего состоит весь этот мешок. Но это дискуссия. Александр Просвирнов выступает. Я по поводу сначала эксперимента с галогенной лампой и контейнером. На мой взгляд, это чистое воздействие электромагнитного излучения. И в этом можно убедиться, если, допустим, слой фольги будет не микронный, а десятки, сотни раз. Для нейтрина это прозрачно, а для электромагнитного излучения будет непрозрачно. И увидите, что эффекта не будет. Это первое. Второе. Ну, пожелание Александру Георгиевичу вернуться к никелевым порошкам. Вот там масса проблем можно решить, так сказать, и действительно что-то получится интересное. Саша, это все, да? Ну, да. Извини, что у меня тут замечание даже прислали, что я тебя там в прошлом, когда ты вопросы задал, остановил. Я совсем не хотел тебя останавливать. Если хочешь, можешь еще как-то там прокомментировать. Да нет, ну, действительно, достаточно будет увеличить толщину фольги, допустим, ну, в сто раз. Для нейтрина даже земля прозрачная. и эта фольга будет прозрачной. И сразу будет видно, что эффекта не будет. А или наоборот, вообще убрать фольгу, эффект будет выше гораздо. Ну, вот мое замечание. Спасибо, спасибо Просверному за замечание. Пожалуйста, я бы лично с этим замечанием согласился в том смысле, что я бы два-три слоя фольги, вот можно, Саш, сравнить. Тебе же очень просто это сделать. Вместо одного поставить. Два-три слоя эффекта не будет, а, допустим, в 10 раз это будет эффект явно. Потому что уже... Но Александру Просвернову я в качестве замечания вот вместо Пархомова могу сказать, если для вот этого значит нейтрино прозрачно будет, ну, скажем, вот этот слой фольги, то почему не прозрачно вот этот вот материал, который он туда насыпал. Именно в том-то вся и соль, что это низкоэнертическая нейтрино, которая как-то хитро взаимодействует. Ну, спасибо Просверному за замечание. Вот. И тогда следующий Андрош Ковач. Андрош, in Russian, please, if you can. it's a difficult in Russian. Can I, can I say in English if possible? No, please, please, please do in English. Okay, I will say in English. Maybe you can try to translate. I liked very much the presentation, so thank you, Alexander Parkumov. And I like the idea of neutrinos causing transmutation. Yes, and I think these space neutrinos that you measured earlier, they're quite direct evidence about the role of neutrinos in nuclear reactions. and I would like to just comment that normally people think about neutrinos being completely different than phonons. And in the presentation, which I made last time, I highlighted... in his presentation, he said that neutrinos and phonons are very connected. Yes, exactly. They are related. I think it's not a coincidence that some people see neutrinos causing nuclear effects, other people see phonons causing nuclear effects. действовать одинаково. Yes, this was my comment. It's all? Yes, this is all. Okay, thank you, Andros. Thank you, Andros. Sash, I tried to tell you that he really liked this idea and he is a good idea, but he recommends to pay attention and on phanon and the mechanism, because they go hand over hand. If you remember his доклад he did in the beginning of our session in the evening, and there he neutrinos is on grani and inside the metal phanon is on on the grani suddenly has a neutrinos like he has a mechanism. Yes, 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 I don't answer. It's just for you. Igor Buhlin, please, your comment. I want to Я не то чтобы совсем не верю в нейтрино, но у меня есть большие сомнения, особенно что касается количественных показателей, в том числе в бета-распаде. И вообще, есть огромные вопросы к огромному количеству опытов, которые проводились еще сто лет тому назад, они очень лохматые по возрасту, и на совсем других технических, довольно плохие были приборы тогда и все такое. И самое главное, что я не получил ответы на вопрос, почему такая печальная ситуация с теоретическим обоснованием, сейчас уже 50 лет, ничего такого, чтобы объяснял это все очень хорошо, нет. И я все-таки думаю, что это главная причина состоит в том, что мы пытаемся объяснить это все довольно спорными некоторыми представлениями из квантовой механики, из ядерной физики, физики инвентарных частиц. И вот где-то, по-моему, месяц или больше назад Анатолий Примов задал такой вопрос, какие же надо сделать опыты, которые бы дали окончательное ответство. Есть там эта реакция, нет, и что такое вообще хиас и так далее. Мне кажется, что я бы ответил на это так. Нужно пересмотреть кое-какие опыты, которые считаются совершенно бесспорными. Ну, например, опыт Лебедева, который никто никогда не видел в реальности. А дело в том, что когда его делал Лебедев, это был конец 19 века, у него была слишком-слишком маленькая вакуумизация, 10 минут четвертой, ртутного столба всего. И возможно, что давление, которое якобы он открыл, давление света, оно связано не с давлением света, а просто радиантные силы там действовали. И эта штука колебалась просто под действием расширяющейся остатков воздуха. Вот. И вот если мы пересмотрим это, и на этих пересмотренных уже результатах, этих опытов попытаемся построить какую-то, ну, относительно новую физику, то, может быть, тогда-то мы и объясним, что такое хиас, что там происходит и так далее, и так далее. Спасибо Игорю Булину. Но я бы сказал так, вот Пархом еще ответит вам, но я бы сказал так, что, по сути дела, мы этим и занимаемся, Игорь. Только именно за это нас бьют и не очень-то любят. Но все-таки, если бритву Акама, значит, вот использовать, о чем, по сути дела, Пархомов говорит, то пытаться надо не выходить из штанов, не выпрыгивать, а пытаться объяснить, что он и с существующими знаниями, что он и делал. Евдокимов задает вопрос. Не вопрос, а комментарий, извиняюсь, извиняюсь. Ну, вот, мне кажется, что доклад и вообще взгляд этот, Александр Георгиевич, синтетический взгляд, объединяет в себе, в общем-то, все вот это несколько признаков, которые присущи вот тем реакциям плазмы, в твердых телах, вот в системе, в новодорожных системах, поэтому это взгляд такой обобщающий, что ли. А другого пока вот я, например, не слышал, чтобы можно было просто объяснить. С другой стороны, если говорить системно подойти, забыть про командовую механику, ядерную физику, вот система, вот, которая, чем больше элементов, тем больше, система многоустойчивая. То есть, как бы, имеется множество таких потенциальных микроям, куда можно закатить шарики. А шариков там сколько-сколько элементов, грубо говоря. Малейший толчок, шарики перекатываются вот эти ямки. Толчком таким является, конечно, вот воздействие, малое воздействие, ну, в данном случае, нейтринное воздействие. А поскольку таких потенциальных ям очень много, перекатывание их из одной ямы в другую требует небольшой энергии. И при этом энергия связи, освобождается энергия связи, она уже другой будет. Ну, например, поясню, когда вы растворяете спирт в воде, Менделеевский, кстати, эксперимент, то объем у нас растворенного, так сказать, вода плюс спирт уменьшается. То есть идет перестройка структуры вот в этой системе вот этих потенциальных ям. Не более компактное расположение. Ну, таких компактных расположений очень много. Сколько таких потенциальных ям? При этом, естественно, освобождает энергия связи. Она выделяется в виде тепла, в виде излучения еще таких вот. И поэтому, мне кажется, вот этот такой подход, мне он очень импонирует и мне нравится. Спасибо. Спасибо Евдокимову за такой позитивный комментарий. Шишкин задает вопрос. Включай, Саш, микрофон. Не вопрос, а комментарий. Микрофон включит. Микрофон выключен. Слышно меня? Сейчас слышно. Я бы хотел, чтобы, ну, как-то читали работы, потому что свою работу мы опубликовали еще в 2012 году и обратили внимание на то, что существуют экспериментально обнаружены так называемые энергетические кластеры, которые мы назвали магнето-тороэлектрические. Можно их назвать зарядовыми кластерами. И вот в той работе было указано, что это вихревая структура из нейтрино. Это дубовик, теоретик сказал. Так вот, каждый такой кластер содержит свыше 10 в 11 нейтрино. Так вот, эти кластеры образуются при любых мощных взаимодействиях на вещество, включая нагрев, включая молоток, электрический импульс и так далее. Эта структура обладает высокой проникающей способностью, поэтому она не электромагнитная природа, она не экранируется электромагнитными экранами. Третье, эти кластеры часто ведут себя как магнитные монополии. Это мы наблюдали экспериментально, поэтому их можно называть и магнитными монополиями. У нас есть детектор, которым мы хорошо регистрируем. Вот у меня сейчас идет эксперимент почти круглосуточный по регистрации этих кластеров. Так вот, есть еще очень важное замечание. Когда присутствует водород, то образование кластеров из водорода, энергии образования кластеров из водорода на три порядка меньше, чем образование кластеров от лития и так далее. Поэтому водород, при наличии водорода, количество концентрации кластеров резко увеличивается. Поэтому с этой точки зрения возражения Анатолия Ивановича Климова по поводу нейтрина, которая образуется при тепловом взаимодействии, я могу согласиться. Потому что кластеры образуются только при высоких температурах. Все, спасибо. Спасибо. Ну, Саш, во-первых, поздравляю тебя, тут Боб Бринье тебя аплодировал. Ты этого не видел, возможно, ты говорил в этот момент. Видел. Ему очень понравилась твоя идея о том, что образуются вот эти такие вот кластеры, что в них очень много нейтрина внутри. Не одно какое-то несчастное нейтрино, а целая такая вот какой-то хоровод из этих кластеров. Вот это было. Но ты совершенно, по-моему, не понял замечания Климова, который, наоборот, сказал, что нагревать-то не надо. Наоборот, понял. Я говорю, образуются кластеры при только нагреве, высокой температуре. Именно кластеры образуются. У него другая точка зрения. Но это неважно. Это уже немножко за пределами нашего. Спасибо. И, Боб, Гринье, пожалуйста, ваша комментария, пожалуйста. Так, я продолжаю, но у меня была эта вопроса, когда Александр Шишкин сказал. Которые электрон-вотекс-солотонные и half-солотонные, которые получают матер, и которые получают в магнитное fluxе, с или нет колл-неутриноз, где transmutation может происходить. Я думаю, что я наблюдал это на многие, многие системы, including your reactor, your 225-day reactor, which I shared in Azizi, where I saw this cardioid-shaped structure. And I have seen this on Amasa vibrator plates, Amasa gas, spontaneously forming on tungsten and transmuting it with this cardioid half-солотон structure. Утрasonic experiments, both on metals and free-floating in the water. And I have images and videos of these things. Plasma experiments, dusty plasma experiments, and other static nickel-hydrogen systems. So I will be able to share all of these things. But a recent simulation by international collaborating universities, including top Chinese, Japanese, UK, and American institutions, have simulated the production of plasma and electron vortices using one of the world's greatest supercomputers. And they found that they synthesized 1,000 Tesla core loop fields with relativistic electron movements and trillions of volts per meter double layers, which would, in my view, force coherence of electrons. And also, you would have these very intense interactions. And in there, when you have the material, which we've already observed for many years now in experiments, moving around in what Matsumoto refers to as effectively a wormhole, if you have the cold neutrinos in there with all of the ions, the synthesis would be huge, the transmutation would be huge. And we have shared this over years. But I think one of the most important pieces of data came from your 225-day reactor, which I shared at ICCF 22. And it's exactly this cardioid structure. But you can see it in Tom Plater's work and so forth. So I think Alexander Shishkin is completely on the money. I believe that what he just said there is how it occurs. And that I think the synthesis of the relic neutrino equivalents, the cold neutrinos in these solitons, which can cluster and cause self-collapse of matter, this is my comment. I think we're very close to finding an understanding of how cold fusion works. Bob Grinier, thank you very much. – It's a cluster. – I'll go back there. – Well, конечно, it's all in a kutcher, to be a cluster for him, it's all for him. A cluster of electrons that he applied there, a cluster of these, these are the cases that can be, of them for a cluster of nitro. Well, so for him this is all for a cluster. And he said that these cluster вообще в целом играет важнейшую роль в холодном себе вот что он сказал но как-то у него понимание не будем обсуждать через неделю электронный кластер это не то же самое что нейтринный кластер да ну конечно да но боба гринье будет через неделю боб thank you very much for your comment и чижов володя значит вот последний по сути дела комментарий потому что мы уже сильно перебрали мы три часа уже занимаемся пожалуйста сейчас я включусь ну что в твоем виде она в общем то достаточно понятно вот но очень сомнительно а сомнительно в том что ты посчитай вот странные излучения которые впервые показал в русской в своей работе такое длинное которое я обсчитывал которые потом черепанов так сказать возражал мне что не может быть такой энергетики посчитай энергетику и ты узнаешь и все эти рассуждения они метри и но и прочее вот с вашими рассуждениями я уже писал кому-то вы возьмите космическую станцию после ее так сказать эксплуатации проверьте у вас должно быть там совершенно стопроцентное изменение состава по всем изотопам там так сказать всем 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 нет там ничего этого так что давайте придерживаться так сказать логики нормальные работы изучение этого вот никто вообще ссылку не делает как будто чижок вообще ничего не не делает и не работает вот а на самом деле впервые энергетику посчитал и ее конечно впервые наверно посчитал высоцкий а я подтвердил эту энергетику но он посчитал на другом а я подтвердил на так сказать и дисках вот существует какие-то энергетические вещи в которых без водорода ничего не сделаешь вот анатолий иванович говорил мне владимир саджи а ты вообще не понимаешь ты студент так сказать или даже школьная программа на самом деле е на у е на у это есть сила толь извини вот пожалуйста я не стал тебе тогда возражать сейчас возражу если ты подведешь сварочный аппарат на расстоянии один нанометр то ты распилишь любой титан ну все у меня на этом закончил спасибо спасибо ну чижок почему-то очень разнервничался волос успокойся читаем мы читаем не волнуйся для этого у нас и есть наш семинар чтобы обмениваться мнениями саж пожалуйста твое заключительное замечание соображение так ну что касается уровня ферми ну насколько я понимаю это некий параметр который используется в формулах в теориях на самом деле вот энергия частиц которые при тепловом движении веществе это ну три вторых коты если бы там была энергия частиц 10 электрон вольт то светились бы любое вещество светилась бы не не инфракрасным излучением не светом она светилась бы жестким ультрафиолетом на самом деле свечение веществ соответствует именно энергии три вторых коты значит действительно частицы там имеют энергию три вторых коты вот что касается на 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 порошка ну в каких-то условиях конечно на на порошок хорош и дает может быть вот он хорошо быстро разогревается допустим вот в потоке горячего вещества в плазме не по это играет свою роль или там где надо тесное перемешивание вот она но я не вижу больше никакой разницы вот в моих допустим реакторах в моих реактор на на структура совершенно не обязательно когда когда вещество вот эти вот пушинки которые мы закладываем расплавляются в реакторе они конечно там уже никакой на на структуры нет и тем не менее именно тогда вот когда вещество расплавляется тогда и получается наибольший эффект от этих реакторов вот ну что еще уже и забыл о чем шла речь про 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 так то про второй дышишь кино что ты думаешь про что рой дышишь кино дубовика или дубовика дубовика да вот что касается дубика да я дни я думаю что на самом деле вот нетрины которые там образуются они не сами по себе реагируют они каким-то сложным через какие-то посредники может быть и каким-то хитрым образом реагирует в том числе образуя какие-то кластеры вот и может быть вот речь идет о том что допустим нетрина вот монополия лошака это магнит и возбужденная нейтрина вот нейтрина на эти магниты возбуждается и в этом виде реагирует что существенно повышает вероятность взаимодействия я совершенно не против этого а это в этом направлении надо вести исследование именно здесь я думаю мы найдем окончательный ответ пока что вот я ясно застрял вот на стадии нейтрина но наверно надо дальше идти вот что касается водорода ну ну да мы все думали поначалу что водород литерий это то что прежде всего надо но вот как опыт показывает это вот вот значит чужого говорится без водорода не обойдешься но это он так говорит это он так считает из своих соображений на эксперимент же говорит вот что вот вот это вот таблица которая сейчас на экране она говорит что водород да он хорош он может быть лучше других веществ работает но он совершенно необязателен и не уникален можно использовать всякие другие вещества при том нет большой пропасти между водородом и другими веществами может быть пару слов скажешь про замечание про свирного который считает что там надо очень очень точно работать с инфракрасным из лучей но но я не знаю про свирнов что-то куда-то не туда ушел конечно металлическая фольга она не пропускает вот электромагнитное излучение и хоть инфракрасное хоть какое вот полупроводники до пропускают инфракрасное излучение но металлы они хорошо пропускают тепло пуск путем теплопередачи но это совсем уже другое дело это не инфракрасное излучение до теплопередачи по сути дела получается что значит по металлу тепло передалось путем теплопередачи а с другой стороны опять идет инфракрасное излучение ну там конечно все это есть но но собственно не отражает не не пропускают металлы они обладают большим кстати коэффициентом отражения в обратную сторону все металлы да но это зависит от соотношения между там образуется так называемый этот вот слой и его толщина зависит от частоты сажать и напомню как корень квадратный из чистоты а так это этот скин слой на радио волосы и просвернув твой тезка напоминает тебе что скин слой зависит от частоты и для очень низких для очень низких частот этот и толщина этого слоя будет огромной ты можешь это самооценить она будет больше чем вот эти вот там доли десятки там микрон которые у тебя эти вот о чем от твоей эти фольга который ты используешь нужно толщину скин слоя оценивать для вот частот для для тепловых эффектов которые ты имеешь вот он это имел ввиду и это правильное замечание значит саш ну давай завершая потому что пора завершить а мне может быть дадите пару слов это егоров и егоров владимир да вы же не поднимали руку или вы не умеете я не умею поднимать владимир тогда очень-очень коротко хорошо значит вот все все вот это направление нужно чем он началось филимоненко я думаю все прекрасно помните и у него там в семь раз повышалась таскать энергии по сравнению с подводящей но наверное все знают об этом вот но мы предлагаем как раз другой подход то есть не преодоление не турнирование под кулоновским барьером а его владимир 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 вот я ваши статьи получил мы сейчас и возможно дадим вам возможность выступить сегодня мы говорим про александра пархомова не про вас не но вы просто тогда передайте народу эти статьи если это возможно будьте любезны передадим эти статьи не волнуйтесь хорошо мы для этого и создаем это все дело чтобы обмениваться информацией хорошо на наших наша цель вы не про себя вы про пархомова пархомова вам сказать пока нечего не ну если это да я таскать спасибо владимир владимир потому что научил я сейчас владимир спасибо саша пархомов ну тогда я считаю что ты все что хотел сказал друзья на этом вот сама самообсуждение и доклад мы заканчиваем я теперь пару слов скажу о следующем заседании которое будет восьмого будет выступать боб гриньер с амаза гс вот его i ask you to send me prior to your presentation your slides and maybe some short short titles on subtitles of your main ideas i will distribute them on our auditorium for better understanding because your english your english is extremely extremely hard understanding for us sorry as it is our russian here here can't i can't understand your your new zealand england some 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 else in the english excuse us excuse us thank you значит следующее у нас будет восьмого я попросил боба гриньер прислать значит свои материалы чтобы я их распространил чтобы мы посмотрели и понимали хоть его английский более-менее хорошо друзья на этом я заканчиваю нашу саша пожалуйста свои слайды тоже пришли вот я заканчиваю нашу сегодняшнюю прекрасную я считаю вот вебинар хотя там были заминки связаны с интернетом до следующих встреч восьмого декабря всем удачи и здоровья спасибо на здоровье